Из-под обстрелов на отдых детей с Луганщины отправляют в летние лагеря подальше от зоны боевых действий. Семьям это не стоит ни копейки. Кто приглашает и кто берет на себя расходы? Узнавали наши корреспонденты. Около восьми утра в Луганскую военно-гражданскую администрацию подъезжают два школьных автобуса. В них ребята из Попаснянского района. Дети устали от обстрелов. Обстреливают. Последний раз когда обстреливают? Вчера. Вночь? Да, били сильно. Я вообще с самого Золотого, поселок Золотое, и там сегодня обстреляли сильно. Детей собирали по всему Попаснянскому району. Приоритеты давали тем семьям, которые попали в затруднительное положение. Завдание было выбрать детей, которые малозабеспечены, которые постраждали действительно в наследок таких войсковых действий. Детей нужно вывозить из этой ситуации и морально, физически восстановить. В следующие три недели подростки будут отдыхать в детском лагере вдалеке от зоны боевых действий. Семья Нагорных из Золотого также отправляет старшую дочь подальше от взрывов и залпов. Едет отдохнуть старшая дочка, меньше остается дома. Хоть немножко отдохнуть от этих бахканей и от переживаний. Детей из зоны боевых действий на отдых пригласила Житомирская областная администрация. Житомирщина за свои деньги, за деньги областного бюджета. Было принято решение, что дети, которые сегодня будут направлены на Житомирщину, они будут отдыхать в таборе лесовый берег. Дорога впереди дальняя. Сколько часов приблизительно заберет переезд? 12 часов. С остановками, по трассе на заправках, туалеты чтобы были нормальные. Мы знаем, не первый раз. Я сюда уже год езжу. Кроме этого, на отдых поедут еще около двух сотен подростков из Луганской области. Их отправят поездом с рубежного.